Безумный киберчереп, дерево жизни мая, часы-трансформеры и что собирались взорвать создатели часов Бомберг. Часы, которые по-настоящему способны произвести на меня впечатление, мне встречаются нечасто. Киберчереп произвел. И не только эти часы от бренда Бомберг. Неожиданных моделей у них неожиданно много. Бомберг вообще самый антишвейцарский из всех швейцарских часов. Спутать часы Бомберг с другими часами невозможно. Яркие цвета, картинки, черепа чуть ли не на всех моделях и куча разных аксессуаров. Тоже с черепами. Описать тех, кто носит часы Бомберг легко. Думаю, что портрет владельца вы вполне можете составить сами. Наверняка получится примерно такой типаж, как встречает нас на сайте бренда, верно? А как выглядит человек, который создает эти безумные по своей яркости часы? Когда в Женеве я готовился к встрече с одним из совладельцев компании, Дэвидом Санчесом, никак не ожидал увидеть человека чуть ли не в костюме тройки. Однако ж... Друзья, здравствуйте! С вами Вячеслав Медведев, и сегодня мы с вами в Женеве, и встречаемся с совладельцем одного из интереснейших и очень необычных швейцарских часовых брендов. Бренда Бомберг. Встречаемся с Дэвидом Санчесом. Hello! Hello, Вячеслав! Nice to meet you! Я не буду показывать переведенное интервью полностью. Лучше покажу побольше часов. Часы того заслуживают. Например, вот эти. Голубой ниндзя. Стрелки хронографа превратились в сюрикены. Нажал и полетела. Или тулум скул. Поверни руку, и из бездны всплывет изображение черепа. Кстати, как вам такая черепушка? Яркая, красочная, почти праздничная. Формально размер часов 43 миллиметра, но на моей руке сидят более чем. Или часы Викинг. Опять, циферблат гравюра, корпус трансформер, про это еще поговорим. Но вы обратили внимание на ремешок. Бомберг – это действительно необычный бренд. И чтобы объяснить характер бренда, мы обычно говорим, что мы являемся рок-н-ролльной версией швейцарских часов. Какая из ваших моделей лучше всего продается? Наиболее знаковая – Bolt 68 Heritage. Мы очень известны именно этой модели. Потому что вы можете очень легко вынуть корпус из оправы, надеть его на цепочку, медальон, и использовать как карманные часы. То есть часы в старинном стиле, но часы крутые. Давайте прерву Дэвида, а то он может рассказывать про свои часы бесконечно. И покажу часы и трансформацию покрупнее. Стальной корпус 45 миллиметров с гравировкой. Выпуклое сапфировое стекло с антибликом. Все это стандартно для бомберг. Но главное – циферблат с разноцветным скелетом. И, конечно, система трансформации, благодаря которой легким движением руки часы из наручных превращаются в карманные. Да, как говорит Дэвид, часы Бомберг покупают те, кто ищет что-то новое, что-то необычное. Когда тебе 45, ты покупаешь Харлей Дэвидсон и часы Бомберг. В общем, часы для людей, готовых рискнуть и приобрести мощные часы с уникальным дизайном. Правда, я забыл спросить, есть ли Харлей у самого Дэвида. А вот про то, почему на всех часах черепа и почему они неожиданно яркие, спросил. Мы вдохновлены мексиканской и латинской культурой, потому что первым рынком, на котором мы появились, была Мексика. А в Мексике череп является очень важным символом. Пулярен он там по двум причинам. Первый исключается в том, что череп является символом равенства. У человека могут быть усы, борода, кожа разного цвета, но внутри всегда одинаковый череп. А во-вторых, в отличие от европейской культуры, где череп символизирует смерть, в мексиканской он символ жизни. Это напоминание о том, что жизнь коротка. Скоро от тебя останется только череп, поэтому лучше наслаждаться жизнью. Она проходит очень быстро. А потому черепа в часах Бомберг не черные, грустные, а наоборот, яркие, несут множество цветов. Это напоминание на запястье. Эй, парень, жизнь коротка. Нужно наслаждаться ею, потому что она проходит очень быстро. У популярности конкретно этой модели оказалась еще одна причина. С часами идет вот такая футболка. Дэвид демонстрировал ее с таким удовольствием, что мне показалось, футболка нравится ему даже больше, чем часы. Уникальная футболка вручную сделана в Мексике. Украшена аппликацией из камней, люминесцентами красками. Так что будете пугать окружающих в темноте. По словам Дэвида, люди потому и приходят в Бомберг, что этот бренд объединяет максимум историй и фана по разумной цене. Большая часть модели стоит от одной до двух тысяч франков. А мне кажется, что часы покупают вовсе не из-за футболок, а из-за духа, который они несут. Из-за безбашенного дизайна. Взгляните, например, на эти часы. Кстати, редкий случай. Здесь обошлись без черепов. Вместо этого циферблат превратили в ниндзя. Собственно, модель так и называется. На синим фоне мы видим укутанное лицо японского воина. Точнее, только его глаза. В нижней части циферблата две скрещенные катаны. Часовая и минутная стрелки – мечи. Маленькие стрелки превратились в сюрикены, которые еще и крутятся в полете. И, конечно, циферблаты – это не просто картина, а множество разноуровневых элементов и гравировок, каждый из которых несет определенный смысл. Увы, я опять забыл спросить, как переводится иероглиф на шести часах. Знаю, что среди подписчиков есть специалисты по японскому. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Корпус-трансформер имеет точно такие же конструкции и размеры, как и у прошлой модели. 45 мм – трансформер. Его тоже можно переставить с наручного браслета на цепочку. Обратите внимание на надпись на задней крышке. Лимитированная серия – один из 125. Большая часть часов Bomber выпускаются лимитированными сериями. Тиражи – от 100 до 150 экземпляров. Всего же в год компания производит около 6 тысяч штук часов. На кварц приходится только около трети выпуска. Поэтому давайте закончим с кварцевой частью. Рассмотрим последнюю модель. Расскажите, пожалуйста, про часы на белом и на красном ремешке. Одна из новинок Bomber – гоночная серия часов. Нет, не для гонок на Харлеях. Три модели посвящены самым знаменитым соревнованиям. Красные часы созданы в честь Монза, белые с голубой полоской, в честь трассы Ясмарина в Абу-Даби и бело-красно-синие Лиман. Это опять корпус-трансформер в стиле Bolt 68 в тех же размерах – 45 мм, но с другим дизайном. Часы приобрели гоночный стиль. Боковая часть получила насечку, как будто протектор автомобильной шины. На ранте появилась тахиметрическая шкала. Но главное – визуальное отличие. Это нестандартная кнопка пуска остановок хронографа. По форме она стала похожа на кнопки профессиональных спортивных секундомеров, по которым еще недавно замеряли результаты гонок. И стала ярко-красной. Нажали – и бешено закрутился прозрачный диск счетчика десяток долей секунды. Конечно, на Формуле-1 учет идет вплоть до тысячных, но нам хватит и этого. Циферблат полностью отличается от прошлых моделей. С него исчезли черепа. Зато появились красные и синие полосы, символизирующие трассу. Крупная часовая разметка. И вау! Даже цифры на счетчиках. В общем, действительно спортивный хронограф, который можно снять с запястья, чтобы точнее замерить результаты заезда любимой конюшни. Здесь система трансформер окажется как нельзя кстати. Для бомбер очень характерны корпуса бычья голова, где заводная головка и кнопки расположены на 12 часах. Это не совсем обычно для часовой индустрии, но очень удобно, потому что заводная головка не мешает запястью. Все ваши часы являются трансформерами? Нет, кварцевая коллекция, Bolt 68, гоночная коллекция и Эритейдж трансформеры. Но у нас есть другая часть коллекции. Например, BB01 автоматик или Bolt 68 Neo, которые не трансформируются. Неразборной оказалась вот эта модель, BB01, лимитированная серия Spartan, в честь восстания Спартака. Мне кажется и правильно, что неразборная. Особенных элементов здесь и без того через край. Чего стоит только оформление циферблата, в центр которого поместили шлем, а стрелки напоминают знаменитые римские мечи. Не менее удивительное стекло, оно коробчатой формы, возвышается над тонкой боковиной корпуса. Но Дэвид особенно гордится ремешком, комбинированным из кожи и каучука. Это автомат. Сквозь заднюю крышку можно увидеть механизм селита SW200. Но он здесь точно не главный. Главный, конечно, циферблат и корпус бронзового цвета. Его боковины испещрены надписями. Ради них даже подвинули наверх заводную головку. Почему я сказал бронзового цвета? Из какого металла сделаны эти часы? Стейли-стейли. Стейли? Стейли. Вот так. Перед нами сталь с бронзовым ПВД. В отличие от бронзовых часов, этот корпус окраску не изменит. Но в ролике про часы из Дамаска я говорил, что во времена Спартака воевали не железными, а именно бронзовыми мечами. Железо тогда было очень дорого. И то, что здесь бронза не поменяет свой цвет, даже хорошо. В этом конкретном случае подобное посвящение Спартаку выглядит более чем правильным. И давайте сразу покажу еще одни часы в таком же корпусе. Модель, выпущенная в честь десятилетия бренда Bomber. Его отмечали в 2022. Здесь бронзовый цвет и черные акценты придают часам мистический оттенок. Гравировка символизирует дерево якши, древо жизни в культуре майя. По преданиям майя, когда бог создал мир, по углам он поместил четыре дерева, которые держали небеса, а в центре посадил дерево якши. Своими корнями она уходила в землю, в мир мертвых, а ветвями в небо. Таким образом дерево связывало между собой мир живых и мир мертвых. По традиции Bomber головка разместилась на 12 часах. В темноте проявит суперлюминова на глазах, зубах черепа и на указателях и стрелках. В юбилейной модели использован люксовый механизм с автоподзаводом от Soprot. Но Дэвид больше гордится не часами, а совсем другим. Очень специальной коробкой, тоже в стиле Bomber. На месте Дэвида я бы тоже гордился коробкой. Вещь уникальная. Она сделана в форме черепа. Внутри себя содержит дорожный бокс для часов. Его можно вынуть и использовать отдельно. В коробке помещаются документы на часы, но можно все это выкинуть, их использовать для хранения чего-нибудь другого. Причем вещь очень качественная. Друзья, ну эта коробка, она действительно по ощущениям полностью выглядит как кожаная, вот ощущение полностью как от натуральной кожи. Коробка волшебная, и я согласен с тем, что и в хозяйстве, наверное, пригодится. Корпуса с гравировкой дерева якши можно встретить не только на юбилейных часах. Вот эти стальные миконы созданы в честь одноименного греческого острова, одного из самых дорогих курортных мест в мире. Если вы бывали на греческих островах, в синем циферблате наверняка узнали прозрачную голубую воду, а в стальном корпусе традиционные белые постройки. С рантой ушек узор перетекает на стальной браслет, полностью опоя свою руку. Часы с полностью гравированным корпусом традиционно очень дороги, а в исполнении от бомберка они стоят меньше 2000 франков. Вертикальные колонны на боковой части корпуса пришли из стиля Bolt 68. Заводная головка заняла традиционное место в верхней части часов. При этом корпус не трансформер. Внутри установлен механизм SELIT SW200. Вы заметили, что на этих часах чего-то не хватает? Да, не хватает черепа. Нет его и вот на этой модели. В цвете Тиффани. Вопреки первой мысли, с Тиффани она никак не связана. Дэвид говорит, что это лимитка для мексиканской бейсбольной команды Diablo Rojas. Цвет взят с формы этой команды. Большинство часовых брендов делают часы в коллаборации с футбольными клубами. Но в Мексике бейсбол гораздо популярнее. И в бомберг взяли эту тему. Корпус несет все ту же гравировку древа жизни Майя. Рисунок циферблата – шашечки. Правда, их в бомберг сделали тоже в своем стиле. Чтобы закончить тему дерева Якши, покажу часы, где сошлись два мира символов. И два искусства – гравировки и тату. Наверное, именно здесь ярче всего видно, насколько отличается восприятие черепа у европейцев и в латиноамериканской культуре. В этих часах череп не конец жизни, а основа, с которой начинается новая жизнь. Именно историю взаимосвязи жизни и смерти рассказывают нам часы Кокун. Корпус несет уже знакомую нам легенду о дереве, соединяющим мир мертвых и мир живых, благодаря которому эти миры общаются между собой. Опять абсолютно узнаваемый дизайн бомберг. Сталь – 43 мм, смещенная заводная головка. Внутри калибр селита SW200. Повернешь часы, и из-под линзованного сапфирового стекла появится череп. В этих часах он не броский, его цвет повторяет цвет татуировки. Но и он сам, и фон, на котором нарисован, обильно украшены растениями, которые всегда символизируют жизнь. На почти монохромном фоне видны ярко-красные акценты. То ли растения, то ли пирамидки в глазницах, цифры на внешнем кольце циферблата. О том, что жизнь продолжается, говорит и самый динамичный элемент. Красная секундная стрелка с логотипом бомберг на противовесе. Время – это не единственная история, которую могут рассказать часы. Ну что, награда нашла самых терпеливых. Встречайте самую последнюю новинку от бомберг – часы Cyber School. Все тот же череп, но помещенный во вселенную нулей и единиц. Да и сам череп превратился в часть электронной схемы. Лимитированные часы идут в комплекте с лимитированной футболкой. В том же, двоичном стиле. Футболка – чума. Опять Дэвид гордится ей едва ли не больше, чем самими часами. И особенно тем, что футболка входит в цену часов – 1300 франков. Даже если вы не будете носить эти часы, очень многие захотят носить вот эту футболку. Потому что сделано действительно очень интересно. Но здесь все контактики, все точки пайки сделаны в виде таких накладных каких-то камней, колечек. На ощупь очень приятно. Сам бы носил. Часы сногсшибательны. Кстати, они кварцевые. Так что те самые нули и единички есть и внутри. Обратите внимание на то, как сделан циферблат. Цифры строгими столбцами расположились на колоннах, рождающих переливы света. Электронный мир передан еще и цветом. Буквально картина из матрицы. Секундную стрелку сделали зеленой, максимально незаметной. Здесь ее задача – не показывать время, а передавать ощущение движения, жизни в электронном мире. Ровно ту же задачу решают и счетчики. В Бомберг отказались от стрелок в пользу прозрачных дисков с цифрами. Думаю, что вопрос «зачем нужен хронограф» у владельцев этих часов вызовет недоумение. Как зачем? Показывать, что жизнь идет. Особенно первые 30 секунд после запуска, когда крутится диск счетчика десяток долей. Тут движение приходит вся вселенная цифра. Остановилась вселенная, но секундная стрелка продолжает отсчет. Корпус традиционный для Бомберг. Сталь с ПВД, трансформер, буллхэт. Как и все часы Бомберг, Киберчереп собирается в собственном небольшом ателье в Невшотеле. По словам Дэвида, при таких объемах компании невыгодно иметь собственное станочное производство. И детали часов они заказывают поставщикам. Но вот сборка и контроль идет только в собственной мастерской. Через мои руки проходит множество разных часов. И чтобы часы произвели на меня действительно сильное впечатление. Такое бывает нечасто. Эти произвели. Но знаете, что меня в них огорчает? Цифра на задней крышке. Лимит 250 экземпляров. На всех не хватит. В цифровой вселенной желающих купить будет точно больше. С этим чувством сожаления я в Женеве собрался записывать финальную сцену. Но... Большое спасибо. Вячеслав, у меня для вас последняя история. Вы знаете, почему мы назвали бренд Бомберг? Нет, нет. Это история. Бомба. Бомберг. Бомба. Берг по-немецки означает гора. Когда вы думаете о Швейцарии, о традициях, что вам приходит на ум? Что у вас в голове? У вас горы, шоколад, часы, озера, снег и горы. И монтейн. Бонк, money. Бонк, money. Я не скажу, но да. Идея Бомберг заключалась в том, чтобы заложить бомбу под горой швейцарских традиций. Мы уважаем традиции. Мы все исходим из швейцарских традиций. Но мы закладываем под них бомбу. Мы хотим взорвать традиции. Потому что знаем, что есть покупатели, которые ищут что-то необычное. Отсюда и название. Бомберг. Спасибо, Дэвид. Спасибо. Спасибо, друзья, кто смотрел этот выпуск. Ставьте лайк, если понравились часы. Пишите вопросы. Я постараюсь перевести и отправить их Дэвиду. Возможно, у вас будут какие-то пожелания. Какие часы можно было бы сделать не только для Мексики, а для других стран. У вас вполне возможно, что в коллекции Бомберг появятся и такие часы. Спасибо большое, Вашистап. Пока-пока. 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 Продолжение следует...